привет всем хочу сегодня поговорить о плюсах и минусах фитильного полива все вы знаете что меня фиалочки растут на фитиле вот что хорошо и что плохо да как вот понять надо вам фитильный полив или не надо конечно когда у вас маленькая коллекция то в принципе вам фитильный полив это и не нужен фиалочки будут вы будете успевать и поливать и не будут у вас также расти как и без фитиля до что дает плюсы фитильного полива это вот в моем случае конечно у меня очень много фиала коллекция очень огромная вот поэтому мне конечно проще полить при поливать их на содержать фиалки скажем так на фитильном поливе залила в раз в неделю на водичку и забыла а не бегая там это даже не раз в неделю а может быть даже и полторы недели а может даже и две недели они бегают через каждые там три дня с этой леечкой поливая фиалки на фитильном поливе конечно же начинают больше быстрее расти вот если посадить детку может этот лист такой не красивый некрасивый что у меня так в камеру попала его даже не увидела ну сейчас я так поставим вот когда вы садите деточку да я сразу ставлю это все дело на на фитиль хорошую детку уже такую готовую вот она очень быстро стартует в росте быстрее заполняет корневая осваивается осваивает горшок корневая система быстрее растет и как бы вот быстрее я даже увижу первые цветочки потому что как бы вот она как-то стремится как-то быстрее расти когда вы поливаете сверху такого не получается то есть фиалочка конечно будет расти так как она должна расти то есть фитильный полив мы ускоряем рост фиалки ускоряем рост ускоряем цветение чуть-чуть и плюс я же еще говорю да вот что хорошо на фитиле что вы всегда успеете их полить они у вас всегда политое что вам не надо вы не боитесь пересушить их там знаете вот как забыл полить да и все и беда какая-то то есть перед без пересушечки мы это делаем все у меня даже видно он фитилек болтается на этой фиалки вот о минусах фитильного полива возможно замыкание розетки если будет замыкание розетки у вас будет пропадать центр роста то есть летом по жаре может быть все таки и бактериоз вот этот вот всякий который он возьмет и сразу появится и фиалочка конечно или пожаре или по холоду то есть если у вас фитиль то на подоконнике конечно зимой плохо держать и на фитиле потому что будет очень холодно фиалкам корням то есть нельзя это делать то есть мы не держим на фитиле до лету и зимой фиалки летом конечно тоже что еще фитиль конечно нужен только тогда когда у вас освещение есть желательно искусственное даже если будет и дневное освещение она конечно да можно но опять таки летом будет жарко зимой будет холодно то есть опять таки что летом надо убирать сфитиля что зимой надо убирать сфитиля оптимально это весна осень это для роста на окне на стеллаже на фитиле конечно можно держать всегда вот минус фитильного полива такой как я в основном замечаю это конечно большие розетки на фитильном поливе розеточки у фиалок становятся большими то есть они немножко могут больше чем немножко бывают и коровки такие знаете прям ну такая прям жирная жирная конечно красиво смотреть на вот такие ухоженные листья они такие вот красивые когда у вас нету что вы перелили пересушили там залили да там что-то еще забыли сделать вот такого нет а конечно смотреть на такие розетки очень прикольно вот и но они будут коровушками готовьтесь к тому что фиалка на фитильном поливе занимает много места вот это еще один минус в принципе я выращивала шапочное цветение здесь не зависит от этого если мы будем если вы будете говорить там фитиль или верхний полив не зависит я знаю многих коллекционеров и селекционеров которые выращивают без фитиля и у них тоже шапочки ну вот кто-то успевает я знаю многих коллекционеров которые поливают сверху кто-то пользуется фитилем то есть ну кто-то все по-разному выращивают но к шапочкам это не к цветению это не относится цветение я уже говорила от чего зависит так что еще но в принципе вот и все то есть из минусов это большая розетка и надо конечно всегда обязательно если у вас фитиль это плюс да надо по времени минуты не минус это даже вообще просто такая порада совет русский на это подбирать обязательно грунт если у вас плохо подобранный грунт готовьтесь что фитиль вам может вам не подойти то есть она может плохо расти она может замокать она может расти 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 потом бах и умереть то есть вот здесь вот это вот очень такой такая щепетильная тема щепетильный вопрос должен быть это вот именно подобрать свой грунт если вы его подберете вот то все у вас получится так что выращивайте на фитильном поливе если у вас есть возможность не бойтесь фитиля если нет поливайте сверху сверху то же самое будет тоже будут красивые растения комментируйте пожалуйста меня лайкайте а вам прекрасного цветения хорошего роста растений ваших все до новых встреч пока пока